Мега представляет Обычно человек выбирает себе профессию, но есть сферы, которые сами призывают тех, кто будет им служить. В послевоенные годы хирургия развивается быстрыми темпами, медики захватывают все большую и большую географию человеческого тела, удаляют грыжи, пересаживают роговицу, проводят успешные операции в брюшной полости. Только мало кто решается оперировать грудную клетку, а если и решается, то быстро бросает, возвращается к знакомым аппендицитам, потому что слишком близко, слишком опасно, слишком тонкая грань между жизнью и смертью, слишком сакрально. Сердце ждало своего врача. Он хотел быть писателем, летчиком, кибернетиком, врачом-физиологом, но судьба распорядилась так, что он спас от сердечных заболеваний более 150 тысяч человек своими руками и руками хирургов, которых он воспитал. Эта ниша в хирургии сама выбрала Николая Амосова. Он стал самым известным кардиохирургом, буквально по зову сердца. Этой малышке 10 дней. У нее удивительная судьба. Она родилась синдромом гипоплазии левого отдела сердца. У здорового человека сердце четырехкамерное. Левое и правое предсердие. И левые и правые желудочки. Это норма. У малышки левые отделы не развились. Сложнее порока, чем этот порок для хирургии, для выхаживания после хирургии. Сложнее порока, чем этот нет. До появления аппарата УЗИ в больницах Украины таким деткам даже не успевали ставить диагноз. Срок, отпущенный им, максимум три недели. Когда диагноз начали ставить внутриутробно, таких малышей отправляли в Киев, чтобы оперировать сразу же, в первый день. Промедление недопустимо. Самый минимальный вес, который мы оперировали с серьезным пороком, с аппаратом искусственного кровообращения, это ребенок был весом 1,2 кг. Она родилась во Львове в марте 2013-го. В тот страшный снегопад, когда вся Украина оказалась парализованной из-за снежных заносов. До Киева семья добралась только на пятый день после рождения. Хирурги прооперировали. Малышка выжила. Но борьба за ее жизнь еще впереди. Операция Норвуд, как она называется, состоит из трех этапов. Еще необходимо будет как минимум две операции. Суть в том, что ребенок рождается фактически без половины сердца. То есть отсутствует левая часть сердца. Есть четыре камеры сердца нормального организма. Левое предсердие и левый желудочек сердца, которые выполняют основную насосную функцию в сердце, они не развиты у ребенка. Эту функцию берет на себя другой желудочек, правый, который генетически не приспособлен качать кровь по всему организму. Делаем так коррекцию, чтобы он выполнял функцию обоих желудочков. Еще какое-то время назад у этого ребенка не было ни единого шанса. В Украине такие операции делают всего два года. Не все они заканчиваются успешно. Не всем успевают диагностировать порог. Тогда как детей с гипоплазией рождается около 500 в год. Это статистика. А это малышка после первого из трех этапов операции Норвуд. Операции, которой мог бы гордиться Николай Амосов. Он мечтал стать инженером. Но по окончании техникума он поступает в медицинский. Там предоставляли отсрочку от армии. Он выбирает кафедру физиологии. Но места в аспирантуре оказались только на кафедре хирургии. Параллельно с медицинским учится в заочном индустриальном институте. Оканчивает его с отличием и получает диплом инженера. Выбор профессии в какой-то степени сделала война. Всех, кто умел оперировать, отправляли на фронт. Во время войны он был начальником полевого госпиталя. И попадали к нему самые тяжелые раненые. И это нужно было проводить быстро. Сортировку и оказание первой помощи. А это был конверт. Потому что раненых было очень много. И это нужно было делать очень быстро. И сейчас. А не завтра. А завтра уже будет поздно. И вот он прошел эту школу во время войны. И она для него не остановилась. Для него война, борьба за жизнь человека, она осталась и дальше. Война расставила все точки над «и». Он брался за самые сложные случаи. Прооперировал более 4 тысяч раненых. После такого опыта, который молодой врач получил в полевом госпитале, вопрос профессии уже не стоял. Вернулся с Японской войны. Да, кем устроиться работать? Он поехал в Москву. Ему предложили в операционной работать. Он отказался. Потом ему что-то еще предложили. А потом он поехал в Брянск. И если проследить по его публикациям журнальным, там опыт 500 операций на легких. Опыт 1000. Опыт 1500. Опыт 2000. И хорошие результаты. И он оперировал каждый день. А то есть стал лауреатом Ленинской премии за развитие легочной хирургии. Молодого специалиста, который не боялся оперировать грудную клетку, позвали в Киев. Это было сложное для сердечной хирургии время. Нехватка специалистов, отсутствие материалов, разработок, литературы, диагностических методик. Все нужно было начинать с нуля. Тогда не было вообще никакой литературы по сердечной хирургии. Позже через Академию наук СССР Николай Михайлович выписывал один американский журнал. Ниоткуда было брать информацию. И мы все это придумали с точки зрения логики. Но ведь Амосов был еще и инженером. Он сам сконструировал рентгенаппарат, придумал набор инструментов. Начали оперировать детей с пороком сердца. Но до сложных и длительных операций было еще далеко. Нужно было останавливать сердце. А для этого необходим был аппарат искусственного кровообращения. Такой уже использовался в мире. Амосов увидел его на выставке медицинской аппаратуры в Мексике. Там хвастались уже 30-й успешной операцией с его применением. Амосов всегда умел быстро принимать решения. Не только в операционной. Купить заветный аппарат искусственного кровообращения он не мог. Поэтому он пошел в аптеку. И на 20 командировочных долларов купил трубки, необходимые для конструкции, и гепарин против свертываемости крови. И поехал домой. Создавать аппарат искусственного кровообращения самостоятельно. Он создал свой аппарат с оксигенатором, то есть искусственными, легкими, там, в виде дисков, которые вращались, там матывали кровь, там проходил кислород и проходило окисление крови. Он примитивный, но был надежный. И на нем он поработал почти 20 лет на этом аппарате. Но самая первая операция не была успешной. Пациент умер. Аппарат еще год дорабатывали. А уже когда доработали, в Киеве, тогда еще в институте туберкулеза, начался новый серьезный этап кардиохирургии. У мальчика 12 лет была первая операция, и, к чести сказать, Амосову, что выбор его пал на ребенка, у которого по тем временам был очень сложный порог – тетрада фолло. Впервые успешную операцию по исправлению этого порока сделали в 1944 году, но в Америке. Тетрада фолло – это сразу 4 порока в одном. Межелудочный дефект, сужение легочной артерии и еще там парочку. Он оказался теми воротами, через которых вошло вообще человечество в престижный клуб сердечной хирургии. Они прошли через этот порог. И Амосов решил, значит, этим заняться. Конечно, первая операция не была радикальной, она была достаточно палеотивной, но на открытом сердце. Конечно, волнение, плохая, доморощенная техника аппарата искусственного кровообращения и метод защиты сердечной мышцы, потому что надо прекратить кровообращение, то есть пережать аорту, прекратить коронарный кровоток. Значит, вы заставляли его торопиться. Поэтому он сделал только то, что возможно было вот в первой операции. Потом этот мальчик оперирован через 2 года. В первый год во время операции с подключением пациента к аппарату искусственного кровообращения погибли 5 человек. А спасли 50. Это было начало кардиологии в Украине. Без аппарата в УЗИ, без современных методов диагностики. Очень часто о поставленном до операции диагнозе забывали, разрезав грудную клетку. Но перед Амосовым стояла задача спасти жизнь. И он делал свою работу. Какие бы сюрпризы не готовило уже открытое сердце. Анна Венценосова познакомилась с Николаем Амосовым 45 лет назад. Просто он подарил моей маме и сказал, вот вам фотография. А не башку и маме. На память. Все, и подпись. Я же повторяю, он немногословен был. Тогда, в 1968 году, хирург оставил на память о себе не только эту фотографию. Еще новую жизнь для девушки с пороком сердца. Ну и тогда и сейчас это называется аномалия Эпштейна. Достаточно редкий порок. Снили губы, ногти. Уставала, конечно, если бегала, допустим. А я же старалась не отстать ни от кого. Амосов не скрывал. Операция была рискованной. Но и без нее было не обойтись. Амосов был очень откровенный человек. Вот он мне все честно сказал. Немножко рисковато. Это надо было привыкнуть к его манере. Мне нравилась эта манера. Немногословно. Никаких сюсюканий не позволял себе. Амосов предложил Анне поехать в Москву. Обещал протекцию. Но Анна твердо решила. Оперировать ее будет только Николай Михайлович. Я ее вел как лечащий врач. Потом она пошла на операцию. Я ассистировал Николаю Михайловичу. Он заменил ей клапан трестворчатый. Это была сложная операция. Первая аномалия Эпштейна для Амосова. После операции у девушки возникли осложнения. Мне потом говорили, что все, что может быть, все ты нам продемонстрировала. Все осложнения, все неприятности. Я пришел, смотрю, она синяя и не дышит. И уже почти клиническая смерть. Но быстро я позвал Николая Михайловича. Он прибежал, начали массаж сердца. И на массаж, на каталку. И в операционную поехали. Быстро там йодом смазали. Руки помыли. Йодом раскрыли грудную клетку. Видели, что сердце стоит. Клапан был на месте. Только шарик, который закрывает и открывает отверстие клапана, вошел в полость и застрял в кольце. А прицель, где очень слабенький, давление низкое, оно не могло его вытолкнуть назад. И остановилось. И кровообращение. Левый желудочек еще работал, а правый уже стоял. Амосов не растерялся. И он, значит, влез пальцем, толкнул его, вытолкнул с этого кольца. И оно начало снова работать. Мы пальцем тогда только проверяли. Нечем было проверять аппаратуры, что не было. Сейчас на ультразвук раз поставили, мы увидели все. Что сокращается, что не сокращается, куда идет кровь. Сейчас все это возможно. После этой операции Анна смогла вернуться к нормальной жизни. Вышла замуж, продолжила работать, увлеклась туризмом. И на всю жизнь осталась благодарна своему спасителю. В то время операции эти делали не из расчета, что человек проживет столько, а хотя бы лет 5-10. То есть 10 – это был максимальный срок, который мне отводился. Тогда мне этого не говорили просто. Сейчас я понимаю, что я немножко превысила эти сроки. Но в то время никто не знал, как поведет себя организм больного после операции. Это был ежедневный поиск технологий. Но любое открытие таило в себе неожиданности. Хирургия несла в себе больше загадок, чем ответов. Всегда были кровоточивость ткани. То все время текло там из раны, дрожи поставим, и все время сидим там до ночи, считаем эти капли, уменьшаются или нет. Это и не кровотечение, но и не останавливает. И мы не знали, почему это происходило. Это была большая проблема. Потому что нужно было кровь переливать, а переливали цельную кровь и считали, что свежая кровь – это блестяще. На самом деле это плохо, как мы сейчас знаем. Сейчас кровь цельную вообще не переливаем. Именно поэтому эта сфера науки оставалась для Амосова интересной. Его ум требовал стресса, постоянной активности, ответов на новые и новые вопросы. Он не боялся рисковать. Николай Михайлович тоже в то время очень мало разбирался в сложных врожденных пороках сердца. И к его чести, надо признать, что однажды он встретился во время операции, это я видел, с порогом, который не был ему известен. Достаточно сложный. Аномальный, тотальный аномальный дренаж легочных вен. И поскольку у него очень сильный интеллект был, то он разобрался, в чём суть порока и хирургическим способом с ним справился. Пороки сердца – основная задача. Поток людей, которым нужно было помогать здесь и сейчас, каждый день, как и много лет назад, с 9 утра и до последнего пациента. С каждым днём оставляя для себя всё меньше и меньше неизученных тайн человеческого организма. Это ансамбль, такой, как оркестр. И дирижёр – это хирург, который командует начать охлаждение, начать нагревание, снизить давление, поднять давление, остановить аппарат, включить аппарат. Он командует по этапам операции. Поступила, не успела перепугаться. Уже всё, давай ножку посмотрим. У нас операция делалась через ножку, поэтому тут важно, вот повязочка, всё хорошо. Так, ножку нужно ровненько держать, чтобы она стояла. Значит, здесь закрыли дефект межпритерной перегородки оклюдером. Всё, девочка, здорово, без разреза, красивая грудная клеточка, всё, никаких разрезов, ничего. Только маленькая дырочка, в которой вообще даже следа не останется. О том, что у неё был порок сердца, Аня будет напоминать только небольшой шрам на бедре. Сегодня оперировать сердце можно, не вскрывая грудную клетку. Благодаря новым технологиям мы сейчас часть врождённых пороков сердца, а именно открытый артериальный проток, дефект межпритерной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, корректация орты, тяжёлый порок. Это те пороки, которые можно устранять при помощи эндоваскулярных методов, без разреза, без такой широкой операции. Существует около 150 различных пороков сердца. Аня родилась с дефектом межпритерной перегородки. Проще говоря, между предсердиями у девочки было отверстие, и кровь из левого предсердия попадала в правое. Это наиболее частый порок сердца, который встречается у людей, в основном у женщин. Вот только таракальная операция с разрезом грудной клетки, при этом пороки сложная. Нужно останавливать сердце и зашивать это отверстие. Сейчас она закрывается так называемым зонтиком. Через бедренную вену заходят в сердце, внутрь сердца, и закрывают таким зонтиком, закрывают этот дефект. То есть практически через 3 часа ребёнок может идти домой. Если руки хирурга ещё напрямую работают с телом пациента, его глаза прикованы к мониторам. Здесь он наблюдает, как зонд путешествует от бедренной вены прямиком к дефекту предсердий. Мы контролируем наши действия с помощью двух приборов. Это рентген-установка, которая большая, находится в операционной, и ультразвукового датчика. Датчик находится в непосредственной близости от сердца, от дефекта. Благодаря этому мы выбираем окклюдер для закрытия дефекта с точностью до миллиметра. Это окклюдер. То, чем будут закрывать течь между предсердиями. Он сделан из метинола. Это специальный материал с эффектом памяти. Сейчас окклюдер сложен внутри системы доставки. Трубочки диаметром полсантиметра. Но когда он достигнет дефекта перегородки и проникнет в предсердие, он высвободится и примет ту форму, которую ему задали разработчики. И начнется имплантация. Окклюдер через нижнюю полую вену. Система доставки проникает в сначала правое предсердие, затем в левое предсердие, где мы начинаем имплантацию. Первым делом мы выпускаем один диск. Это левопредсердный диск. Когда он полностью открыт, мы подтягиваем всю систему в сторону правого предсердия и выпускаем второй диск. Таким образом, оба диска четко держатся на перегородке. Между ними находится перешейк. Вся эта структура заполнена специальной тканью, которая останавливает кровоток. В операционной работа закончена. Завтра пациент пойдет домой. Через три месяца его сердце навсегда забудет, что родилось с дефектом. За пив року имплант, который мы ставим в сердце, полностью зарастает своими клетинками. После чего пациент на голове забывает, что там колы, что здесь у него было. Это универсальная операция. За прошлый год таким образом прооперировали 84 порока межпредсердной перегородки. Она не подходит только, если отверстие между предсердиями слишком большое, без краев. Тогда приходится останавливать сердце и оперировать напрямую. Но самое главное, эта методика позволяет иметь доступ к самому маленькому сердечку. Дети – самые сложные пациенты. Но вырожденные пороки сердца иногда не позволяют ждать, пока ребенок вырастет. Бывает, природа наворотит такое, что, в общем-то, тяжело разобраться не только хирургам, а и диагностам. Да и сам ход операции на взрослом и детском сердце очень отличаются. И то, что можно применить на взрослом, детское может просто не выдержать. С 92-го года только мы начали оперировать новорожденных. И даже Николай Михайлович Амосов в своей книжке, что на сегодняшний день, говорит, молодые хирурги, это я был тогда молодой еще, Вася Лазаришинец и Илья Емец, оперируют такие пороки, которых мы даже раньше и не понимали, что такие существуют. Вопрос об операции ребенку тщательно взвешивали. В буквальном смысле. Об операциях деткам с весом меньше, чем 15 килограммов не было и речи. Сегодня самый маленький вес прооперированного новорожденного – килограмм 200 граммов. Ежегодно в институте проводится лечение около 700-800 под детских малюсеньких пациентов, от мала до велика, как говорится. И, в общем-то, результаты, они на уровне мировых. Пороки сердца сегодня выявляют внутриутробно и решают вопрос о необходимости и срочности операции. Дети, которые рождаются с пороком, и которых нужно прооперировать, некоторых нужно прооперировать до 7 дней от рождения, некоторых до 15 дней, некоторых до 30 дней. В среднем рождается около 5000 детей с рожденными пороками сердца. На сегодняшний день оперируется всего 2500. Это всеми центрами, которые есть в Украине. Сегодня в институте уже нет риска, который был связан с операцией пороков еще 40 лет назад. Операция на сердце – это не подаренные несколько лет жизни, а возможность жить полноценно. Начало 60-х. В арсенале Амосова уже созданный им аппарат искусственного кровообращения. Можно останавливать сердце и проводить операции. Но все чаще и чаще Амосов задумывается о том, что прорывом в кардиохирургии должен стать первый искусственный клапан сердца. Но для клапана необходим биологически нейтральный материал. И Амосов привозит его с очередной международной конференции. Он побывал за границей, там же все-таки посмотрел, как там начинают делать. Кстати, в те времена мы отставали только на 1-2 года всего. Мы были очень близки к самым-самым лидерам. И он был мировой лидер. Так он привез оттуда нейлоновую рубашку. Купил там. И для чего он ее использовал? Он ее порезал. И поскольку нейлон – это материал, который не отличается, так сказать, биологической агрессивностью, нейтральный материал, то из этой ткани он вырезал лепестки, лепестки клапана. А клапан, например, ортальный, он состоит из трех лепестков, и он вот так вот сокращается. И на этой основе были сделаны первые клапаны. Эти клапаны не имели будущего, но они позволили пациентам дождаться новых, уже механических клапанов. Вот эта ткань синтетическая начала прорастать, белками покрываться, и оно стало плотным, как пергамент. И когда плотные уже створки стали, они стали и не открываться, и не закрываться, в каком-то среднем положении останавливались, и мы вызывали этих больных и меняли эти клапаны. В то время к Амосову приехал пациент, директор Кировского металлургического завода. Уезжал из Киева он с диагнозом и образцом клапана. И он его взял с собой, и там создал целый коллектив, лабораторию, и они начали повторять и производить вот такой клапан. Его делали вручную, там из титана, шарик силиконовой резины делали, и начали нам их поставлять. В 1963 году первая операция по замене механического клапана прошла успешно. В дальнейшем Амосов сам разрабатывал и совершенствовал клапаны. В клинике начали делать две с половиной тысячи операций в год, по шесть операций в неделю. На него смотрели с недоверием. Разве сердце человека можно сшить и залатать? Можно. Каждая операция была сопряжена с риском для пациента. Пациенты шли на риск. Амосов мог подарить им еще несколько лет или даже десятилетий полноценной жизни. Нужно остановить сердце. Он пережимал аорту. И сердце потихоньку останавливалось. Он за это время что-то делал, зашивал все. Потом уже проходит там 15 минут, он опять открывает аорту. Запустил кровоток. Она начинает восстанавливаться, чуть-чуть двигаться. А делать в это время ничего нельзя, потому что заливает кровью, аорта же открыта, сосуды открыты, это все кровит. Опять там дали пять минут, опять пережали, отсосали, опять начали работать. И, конечно, изматывали мышцу. И уже потом, когда заканчивали операцию, то уже открываем аорта, а уже сердце еле-еле идет, его долго разрабатывали, и были проблемы. Каждая операция была большим риском. Не все пациенты выживали. Смерть каждого своего пациента Амосов воспринимал как трагедию. Стресс, горе, работа над ошибками. Сегодня сердце человека более исследовано, и операции уже поставлены на поток. Сейчас мы, как, мы пережали аорту, да, сразу ставим иголку и укачиваем в сердце, в сосуды сердца, холодный раствор, там плюс четыре градуса, где присутствуют разные элементы, ионный состав, и калий. И самое главное, когда там дается двойная концентрация калия, калий моментально останавливает сердце, стабилизируются все клетки, все мембраны, стабилизируются, останавливаются обменные процессы. И можно на этом сердце сухом, спокойно работать, сколько тебе надо. Операции без донорской крови. Пациент подключается к аппарату, куда сливается его собственная кровь. Ее вольют пациенту после операции. Оставшуюся в организме кровь разбавят жидкостью, так, чтобы не было кислородного голодания. Организм охлаждается до 20 градусов, обменные процессы замедляются. Это идеальное для хирурга сердце. Сердце, с которым можно работать практически без риска для жизни больного. Но для того, чтобы воспитать тех, кто будет с ним работать, Амосову приходилось день за днем бороться за каждого своего пациента, в диких, по сравнению с сегодняшними условиях медицинского обеспечения. Чтобы спустя 50 лет после замены первого в Киеве метрального клапана хирурги могли рассказывать о новых технологиях его замены. Это эндопротез. Он нам уже знаком. Его проводят через вену прямиком в сердце, не вскрывая грудную клетку. В основном пожилым людям и людям, у которых есть сопутствующие патологии других органов, которых оперировать уже рискованно. Купили 4 клапана. Все 4 имплантировали. Все 4 удачно. Время операции 2 часа. Срок реабилитации 1 день. Сам эндопротез состоит из нетенового каркаса. Это металл, который обладает памятью, который при температуре человеческого тела пытается занять положение максимальное, которое было предано ему изначально. В холодной воде этот каркас можно сжать и он будет в сжатом состоянии. Его можно расположить внутри доставляющей системы. Это делается в холодном растворе. Их имплантировали год назад пациентам, у которых уже были ранние операции на сердце. В них используют свиной перикард. Он более близок к человеческому. Срок службы клапана от 5 до 10 лет. За рубежом уже есть свидетельства о 5-летней службе клапана. В мире с ним живут более 2 тысяч человек. У института опыт очень маленький. Мы сделали 4 операции. И дальнейшее развитие эндоваскулярного направления в имплантации артальных клапанов это наличие самих клапанов. Стоимость эндоваскулярного клапана порядка 400 тысяч гривен. То есть это дорогое удовольствие. Через 4 часа после операции человек уже может идти домой. И хотя за этим дорогим удовольствием будущее кардиохирургии такие операции скорее праздники, чем будни в институте Амосова. Урок физкультуры. Внезапная смерть ребенка. Поиск виновных. Но ответ дает уже только вскрытие. Это гипертрофическая кардиомиопатия. А болезнь это достаточно угрожающая и имеет неблагоприятный прогноз и развитие свое. Это заболевание является причиной гибели многих молодых спортсменов. От этой болезни прямо на поле скончался знаменитый венгерский футболист Микло Шферке, испанский футболист Антонио Пуэрто и во время тренировки американский атлет Джесси Марунде. В сердце имеется четыре камеры. Это правое предсердие, левое предсердие, правый желудочек, левый желудочек. Между предсердиями и желудочками имеются перегородки. В данном случае речь идет о межжелудочковой перегородке. При данном заболевании именно в межжелудочковой перегородке возникает утолщение ее и разрастание патологической мышечной ткани, которая препятствует выходу крови нормальному выходу с левого желудочка в аорту. Таким образом, чем больше разрастается эта ткань, тем больше человек жалуется на дышку, тем хуже его качество жизни, тем быстрее и радикальнее мы должны вмешиваться. Вмешательство радикальное. Обычно излишнюю ткань нужно вырезать, а это значит проводить операцию на остановленном сердце. Но есть и альтернатива. Необходимо вызвать некроз разросшейся ткани. Это один из редких случаев в медицине, когда алкоголь спасает жизнь. Часть сердца пациента заведомо убьют для того, чтобы смог жить пациент. Катетер заводится в сердце и сам катетер заводится в коронарный сосуд. Так вот, в коронарный сосуд нагнетается небольшое количество спирта и таким образом вызывается некроз, искусственный инфаркт. И вот с помощью этого искусственного инфаркта, казалось бы, то, с чем мы, в общем-то, кардиохирурги боремся, так вот, этот искусственный инфаркт и вызывает дальнейший регресс вот этой мышечной ткани и как следствие снижение проявлений болезни. Но главное понять, кого лечить. Эта болезнь настолько подлая, что может годами и даже десятилетиями не давать о себе знать. Поэтому задача амосовских хирургов не пропустить эту болезнь. При малейшем подозрении участкового кардиолога больного направляют в институт Амосова. Есть на каждую стадию свой метод лечения, а не просто появилось заболевание, берем операцию. Надо начинать вначале со стимуляции, не помогает то, может перейти на абляцию, там 3-4 года хватит, а потом может уже, если не помогает, тогда уже операцию. Но все же чаще из поликлиник поступают пациенты с нарушениями ритма. Обычно частота пульса у новорожденного ребенка 140 ударов в минуту. Но бывает, что сердце малыша стучит быстрее, 200. Сердце работает усиленно, но неэффективно, выбрасывает кровь часто, но маленькими порциями. Или наоборот, стучит очень медленно. Раньше у них не было шансов на операцию. Сегодня они уже сразу после рождения попадают на операционный стол. Самый маленький наш пациент был весом всего 1,8 кг. Он родился с частотой с пульсом 20 ударов в минуту и требовал немедленной постановки кардиостимулятора. Но сегодня аритмии лечат не только с помощью кардиостимуляторов. Радиочастотная абляция это еще один способ полного излечения от аритмии, которая не требует в будущем от пациента даже приема лекарств. Таким образом можно вылечить половину существующих аритмий. Все эти кольца это как раз штучные клапаны, выставляется катетер, хирург через судину заводит в сердце эти катеты. Сейчас они выставляются в определенные места, будет отбываться самая регистрация запись сигналом сердцевого с той камеры, как хвора и будет отбываться постановка диагноза. Аритмию можно определить и на кардиограмме, но кардиограмма не дает излечения, а эта методика одновременно и диагностирует и исправляет. Встановим его локализацию, мы будем спробовать его призупинить активность этого субстрата вот этой частоты высокой в передсердии. Это проводится ликувальным катетером, который подает в зону интереса радиочастотной энергии, которая прогревает зону миокарда и до фазы умертвения. Более тысячи таких операций в год. Летальность менее десятой процента. А это значит, что из тысячи этих пациентов операцию не перенес только один. Это не просто цифры, это результат, о котором мечтала Моссов. Омоложение. Победа над смертью. Об этом мечтает каждый врач. А Моссов не был исключением. Он боролся против главного врага пожилого человека инфаркта. Искал пути, чтобы не допустить умирания сердечной мышцы. С возрастом в сосудах человека начинают откладываться артеросклеротические бляшки. Они имеют две природы холестериновую и кальциевую. Но результат один. Бляшки закупоривают сосуды и нормальное кровообращение нарушается. Если бляшка образовалась на одном из трех главных сосудов, которые подходят к сердцу, коронарных артериях, это ишемическая болезнь. Если она перекрыла артерию, кровь перестает попадать в сердечную мышцу, развивается инфаркт. 150, 120, 150 тысяч примерно людей в Украине по примерным подсчетам страдают от инфаркта ежегодно. Человек сам может определить болезнь. Даже при умеренной физической нагрузке от дышка, давь за грудной клеткой, боль, которая отдает руку. Окончательно диагностируют болезнь с помощью коронографии. В кровь вводят контраст и на экране наблюдают даже незначительные бляшки и повреждения сосудов. В 1973 году подозревать склеротические пляшки кардиохирурги могли сначала в своем воображении, а потом уже наблюдать их после раскрытия грудной клетки. 1973 год. В институте Амосова делают первую операцию по коронарному шунтированию. В обход пораженного участка артерии подшили дополнительную, взятую с руки или ноги пациента. На остановленном сердце вши выполнялась эта операция. Шунтирование. То есть рассекались артерии, подшивались новые артерии и так дальше. Хорошая методика, очень удобная, но, к сожалению, искусственное кровообращение у нашего континента пациентов, а это пожилые люди, пожилые люди, в которых изменения в сосудах мозга, изменения в легких, печени, почек, они, к сожалению, не всегда искусственное кровообращение было для них безопасным. сегодня шунтирование это крайний метод. Его делают, если бляшки многочисленные или перекрыто более 70% сосуда. Если шунтирование можно избежать, его заменяют стентированием. Это эндоваскулярная операция. Через сосуд к пораженному участку артерии подводят стенд, специальный расширитель для стенок сосуда. В суженое место заводится баллончик. Вот он. Расширяется с помощью специального шприца. Этот баллон за счет того, что он расширился, восстанавливается просвет сосуда, но сосуд является эластичным. И для того, чтобы он не спадался после расширения, ставится метрический каркас. Он называется стенд. Но самым главным достижением при хирургическом лечении ишемической болезни стали операции шунтирования на работающем сердце. Их в институте Амосова стали делать в начале 2000-х одними из первых в мире, что позволило снять практически все противопоказания к операции. Мы проводим коронарошентирование у больных, у которых не работает вообще почки. Но чаще приходится не предупреждать инфаркт, а бороться с его последствиями. Аневризма – дело чести для врачей института Амосова. Это были самые сложные пациенты. Чаще всего их аневризма обнаруживалась уже после открытия грудной клетки. Было два варианта. Зашивать и знать, что пациенту оставались считанные дни. Или рисковать и оперировать. Вырезать аневризму и накладывать заплату на аорту. После этих операций Амосов хотел уходить из хирургии. Пациенты чаще всего умирали. Николай Михайлович не переносил неудач. Ему нужен был всегда результат быстрый, положительный. Он должен был найти способ бороться с аневризмой. После инфаркта стенка аорты погибает и выпячивается. Под давлением крови происходит разрыв. Это мгновенная смерть. Это самая серьезная проблема кардиохирургии. Нет операции сложнее и нет операции опаснее. Так было. Сегодня в институте Амосова делают около 200 операций по лечению аневризмы в год. Нигде в мире такого количества операций нет. В Штатах эта операция одна может быть на клинику. Раньше вместо омертвевшей расслоенной аневризмы вшивали синтетическую заплату. Операция могла длиться более 6 часов. С аппаратом искусственного кровообращения это риск потерять пациента. Кроме того, синтетическая заплата не работала. Это как один мертвый кусочек аорты заменить другим. Более надежным, но таким же мертвым. В институте Амосова на эту проблему посмотрели по-другому. Мы увидели, что можно обойтись, можно сформировать и форму сердца сохранить, и объемы его сохранить, используя свои ткани точно по границе здоровой ткани. То есть все стенки и отделы аорты работают. Кроме того, сократили сроки операции. И самое главное, разработали такую методику операции, что даже при разрывах аневризмы можно спасти человека. Сталкиваемся с необходимостью проводить операции в условиях гипотермии. Мы охлаждаем пациентов для защиты головного мозга для протекции органов и тканей до 18-20 градусов. Практически в два раза снижаем их температуру. И пускаем ретроградно кровоток через верхнюю полую вену к центральной нервной системе. В прошлом году из 57 прооперированных пациентов в институте не потеряли ни одного. Операция прошла три этапа совершенствования. Разрыва орты больше не пугает кардиохирургов. Каждый день хирурги института Амосова борются за жизнь пациентов. Многое, что еще 30 лет назад казалось недосягаемым, сегодня лечится почти с закрытыми глазами. Операции, которые ранее были уникальными, сегодня поставили на поток. Для диагностики лучшая аппаратура кардиохирурги Амосовская школа. Здесь охлаждают пациента, оперируя разрыв сердца и наоборот накрывают кровь, когда оперируют инфекционный эндокардит. Инфекционный эндокардит это заболевание септического генеза, то есть формально это сепсис. Отличается от сепсиса тем, что очаг инфекционного поражения находится на клапанах сердца. Это процесс очень скоротечный. Точно так же, как идет воспаление, гнойное воспаление пальца, и человек на второй-третий день перестает спать, то такой же процесс возникает на клапане. Когда в сердце инфекционное воспаление, есть большой риск, что инфекция отправится путешествовать по крови. Как прооперировать пациента с минимальными рисками, то же разработка амосовских хирургов. Антибиотики здесь бесполезны, а вот естественное поведение организма само дало подсказку. При воспалениях температура тела повышается. Хирурги решили попробовать повысить эту температуру искусственно до 39 градусов в аппарате искусственного кровообращения и пропускают эту горячую кровь в течение 20 минут по организму больного. Тепло-то это колебание атомов и молекул организма или ткани любой с определенной частотой и с определенной амплитудой. Мы сделали большую частоту и те же самые матрицы, они производят совсем другие уже белки. и там появляются белки теплового шока, которые мы сейчас начали изучать. А они действуют на другие системы, которые стимулируются и повышается защитное свойство организма. Это инфекция, которая там плавает, она поглощается, уничтожается. Пациент института Амосова прежде чем лечь на операционный стол должен пройти обследование всего организма, чтобы избежать во время или после операции того, что называют врачебной ошибкой. Нет ли язв в желудке, чтобы понимать, можно ли использовать коагулянты для разжижения крови. Томография головы, чтобы понять, нет ли кисты, вокруг которой возможен отек после искусственного кровообращения. И тогда, уже исходя из общего состояния больного, хирурги принимают все меры, чтобы операция не несла в себе ничего неожиданного. Казалось бы, хирурги уже обладают огромным опытом. В год более 5000 операций каждая отточена, смертность сведена к 1%. Хирурги загружены с утра до ночи. Где-то, как в лечении эндокардита, мы впереди планеты всей. Но что-то не дает покоя. Очень много надежды возлагаем на искусственные органы, на искусственное сердце. Сейчас разработаны достаточно хорошие модели, как человек живет 7-7 лет уже на поддержке. Это заложено в амосовских хирургах. Сделать все возможное и невозможное. Стремиться к совершенству. Доказать в первую очередь себе, что их профессия таит в себе еще много нового. А еще жить работой. Потому что если ты кардиохирург, у тебя есть миссия. В этом амосов для него операции были стрессовая ситуация. Понимаете? И больших эмоций, как он говорил, чем операции, ему ничто не приносит. Понимаете? Эти переживания. Это риск, это страх, это ответственность. Каждый день в двери этого небольшого шестиэтажного здания заходит более тысячи человек. Обследование, плановые и срочные операции, восстановление. Каждый год делают все больше и больше операций. Не потому, что здоровье украинцев ухудшилось, а потому, что наконец-таки операбельными становятся пороки, за которые хирурги не брались. Как с малышкой из Львова, как когда-то с Анной Венценосцевой. Это не просто пациенты, это жители мира Амосова. Мира, где им подарили вторую жизнь. Основной катализатор это пациенты, которые приезжают через полгода, через год, через 10 лет после операции и смотришь на то, как вырос ребенок, как он себя чувствует. Поколение за поколением в этих стенах врачи не просто оперируют, они здесь живут. В институте всегда было негласное правило. Если Амосов видел, что хирург не справлялся, он просил его покинуть работу. Жестоко. Но жизнь пациента была важнее. И репутация, что немаловажна. Если пациент умирал, Амосов должен был сказать родным, что в институте сделали все для его спасения. И в этом все не должно было быть ни капли неправды. А те хирурги, которые оставались, проводили на работе куда больше времени, чем того требовал трудовой кодекс. Он тянул нас за собой, мы его тянули, и потихоньку мы росли, росли и выросли. Сейчас клиника мирового уровня. Вот. И это хорошо, и нам не стыдно за свою работу. И мы его, так сказать, ну, не подвели. Это преемственность людей, ответственных за жизнь своих пациентов. И за свое имя в мировой медицине. Это ученики Амосова. И это звание ко многому обязывает. Во-первых, любить свою профессию всем сердцем. проехали. Проехали. Во-вторых, Во-вторых,